приветствую тебя дорогой космонавт ты смотришь понятные гайды по space engineers сегодня будет интересная тема тема связана с тем как устанавливать на официальную и пиратскую версию игры ну обладатели пиратских версий сейчас улыбнулись до ушей ухты нам тоже расскажут про то как устанавливать моды ну а те кто знают не 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 улыбнулись одним словом и так перейдем к главному прежде чем я сразу приступлю к объяснению тому как их устанавливают я расскажу пожалуй о том какие моды бывают но об этом тоже я буду рассказывать в том месте откуда мы будем качать эти моды то есть steam workshop одним словом мастерская стима дело в том что из другого места качать моды я вам не советую ибо это чревато и так переместимся на мой рабочий стол что мы видим мы видим такого вот крутого енота а также мы должны попасть в наш любимый steam переходим и так вы допустим купили игру на данный момент мы сейчас будем говорить про то как установить значит моды на официальную версию и так переходим в центр сообщества надеюсь мой интернет это позволит так переходим в мастерскую вот перейдя в мастерскую мы сразу попадаем значит на страницу с модификациями и не только как вы видите у модов есть категории то есть блоки skybox skybox character animation respawn ships exploration production script modpack other asteroid planet что это такое это категории модов которые содержат себе совершенно различные варианты модов например моды связанные с блоками они в себе включают например функциональные блоки например посмотрим вот этот вот блок что он значит с а в и атмосферик траста то есть атмосферные ускорители атмосферные двигатели с помощью которого можно летать то есть по сути это то же самое что и остальные ванильные эти ускорительные но разница в том что у них красивый дизайн такой божеский вот и ну вот например или же вот допустим возьмем вот этот вот мод advanced life support systems а этот мод он не не то есть он не только эстетически он еще и добавляет новый функционал вокруг например это дополнительные эти дополнительные блоки поддерживающие то есть дополнительные жизнеобеспечения что-то вот в этом роде а также тут приставка dx11 ready то есть он поддерживается директом 11 думаю это понятно и так что мы видим здесь есть ряд функциональных блоков то есть сюда добавляются блоки которые с помощью которых можно уращивать растений утолять наверное голод вот этого точно я не знаю но сюда добавляется как здесь можно увидеть значит описание мода добавляется биореактор то есть скорее всего на биологической основе и так далее и тому подобное то есть вот это то что связано с функциональными блоками добавляются новые блоки посмотрим что дальше например категория skyblock skybox skybox и так извините за оговорку что такое skybox skybox это модификация которая меняет вокруг вас буквально небо то есть ну не не то чтобы небо а ну космическую даль то есть когда мы заходим в игру мы видим вокруг бесконечные звезды и галактики но от самих производителей это самая галактика она выполнена иногда скучно например перейдем посмотрим вот это то есть вы будете видеть просторы космоса именно вот по такому типу с туманностями с различными спецэффектами но спецэффект это я слишком конечно сказал короче вы меняете обои окружающие у вас пространство в космосе эти это просто обои на самом деле они не играбельны и они просто эстетику вводят в игру например вы можете играть находясь неподалеку вот этих скажем например рядом будет обои типа находится вот такой вот либо сатурн либо такая планета в зависимости от того что вы выберете думаю с этим понятно потом идет категория каракта сейчас уберем skybox каракта что это такое вы можете менять внешность своего инженера например вот здесь old skin revived pack то есть старые скины и что-то из них то есть что-то с ними связаны и так пойдем дальше animation в разделе animation будет меняться само собой анимация но не только кстати здесь еще есть добавляется и функциональные некоторые блоки то есть они работают по тегам то есть где есть связан связующие скажем момента они все бывают там итак вот посмотрим например respawn chips добавляет корабли к возрождение то есть помощью которых вы можете отправиться выживать впрочем неплохая вещь кстати я хотел бы установить себе парочку таких но это уже потом потом блоге моды класса exploration exploration это по сути он добавляет вам как бы это объяснить чертежи вообще-то чертежи и например и не только часть чертежей в принципе тут по-моему exploration это производственные элементы чего-либо например посмотрим один из них насколько я знаю это просто турелька то есть вот это просто турелька на солнечной батареи ну насколько я знаю то есть я так понял сюда добавляются функциональные машины чертежей которые из чертежей которых вы можете построить что-либо про чертежах мы поговорим кстати в следующем гайде про чертежах и проектор и так дальше переходим в production production уже добавляет гораздо более интересные моды то есть он добавляет например новые виды реакторов laser welders например laser welders это лазерные буры вот это уже кое-что интересное кстати было бы интересно это посмотреть потом следующая категория добавляет скрипты например вот все что связано с программируемым блоком информацию про него потом различные изменения там допустим large ship speed то есть вы можете убрать ограничения внутри игры то есть в игре вы наверное знаете что с максимальной скоростью проблемы максимальная скорость это 104 километра в секунду точнее 104 метра в секунду вот поэтому можете использовать эти скрипты но вам придется хоть на каком-то уровне владеть английским языком чтобы понимать что здесь написано потом есть такое такая категория как мод так то есть тут уже например как то что мы смотрели до advanced life support system здесь не только визуальная составляющая он меняет практически весь игровой процесс весь геймплей поэтому мод так мод пак например это такое интересное скажем модификации к содержащие в себе крупные изменения например carbon fiber blocks вот добавляет кармоновые блоки потом да тут также есть категория others то есть другие куда входят другие моды ну скажем изменения каких-то уже тех короче куда назначают их те самые производчики а также вот последние интересные значит есть в типы модификации это называется астероид то есть он может добавлять астероиды с разных форм в игру например астероид сам for gravity то есть скорее всего небольшие астероиды с гравитацией с различными строениями и прочим-прочим но это игроки они скорее всего делают вручную раньше кстати до выхода планет они делали что-то вроде подобных вот в планетообразных шаров космосе короче тут у них можно сказать фантазии сколько сколько фантазии хватит и вот тут появилась новая вкладочка planet я очень надеюсь что кстати вот они тут уже игроки создают свои планеты вот так что вот это очень интересно какие же планеты они создали пример посмотрим вот тут например на этой планете очень много скорее всего морских биомов и очень много таких вот областей интересно кстати было бы очень интересно это проверить добавляются интересно моды вот так что вот эти вот это вот все это все моды которые есть у нас в игре и так давайте поговорим о том как их устанавливать и так ну что ж приступим если вы хотите установить мод давайте сначала выберем какой-нибудь если вы хотите установить мод одним словом для этого вам надо зайти в steam как я сейчас зашел зайти например вот попробуем добавить что-нибудь из продакшена так что же мы добавим 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 что shadow flux давайте выберем что-нибудь и попробуем добавить какие-нибудь функциональные значит блоки интересные так я все-таки выбрал бы что-нибудь ну например bf реактор вот выберем новый вариант реактора то есть не он не интересен но для эксперимента попробуем его добавить так что мы делаем если у нас официальная версия игры то вот у нас тут есть такая вот иконочка подписаться как только мы на нее нажимаем тут написано этот предмет добавлен ваши подписки некоторые игры будут необходимо перезапустить перезапустить перед тем как предмет будет загружен само собой значит переходим вот сюда вот в панель загрузок и видим что сразу же этот мод начал загружаться и сразу же я вам скажу что если загрузка не началась не паникуйте есть один способ который этот баг убирает вам надо будет всего лишь зайти значит ваши игры вот сюда выбрать допустим space engineers его перейти значит здесь должен был быть язык выбор языка я думаю что язык будет да вам всего лишь надо поменять язык значит в меню игры на английский язык и потом перезапустить игру то есть просто поменять язык контента и у вас само собой будет возможность устанавливать те самые обновления то есть как мы видим они уже закачались вот то есть закачались и что мы для того чтобы проверить работает ли этот мод я сейчас запущу игру и так идем в игру сейчас мы будем видеть игру так ну-ка и так мы зашли в игру для того чтобы убедиться в том как точнее сейчас я вам еще объясню как кстати можно добавлять моды в уже созданные миры и миры которые вы можете создать например сделаем пользовательский мир допустим ну сделаем мир единственный выживший не в сети так далее там подобное режим пока поставим творческий и вот видите здесь появляя здесь есть такая вот иконка моды нажимаем на нее как только нажимаем начинается прогрузка и так что мы здесь видим мы видим панель где возможное добавление модов грубо говоря с левой стороны весь этот страшный список которые вы видите это моды которые когда-то скачивал то есть если вы не скачивали моду они не будут в этом списке для того чтобы удалить какие-то моды вы просто должны зайти в steam и отписаться значит с этих модов и тогда они будут то есть их здесь удалять невозможно к сожалению и так на поищем тот мод который я скачал назывался вроде бы bf реактор нажимаем на это затем скажем вот здесь есть такая стрелочка активировать мод то есть он автоматически переходит сюда и он активен также вы можете у вас здесь есть две кнопочки например хочу я посмотреть этот мод я забыл что это за мод например нажимаю открыть в мастерской и тут же открывается внутри игровое окно с этим самым модом так что вот мы видим и здесь стоит такой вот в подписках если мы нажмем отписаться например давайте отпишемся от одного одного из модов которые мне не нужны например здесь был этот сейчас excel industrial допустим вот открыть в мастерской здесь он откроет вот допустим вот такой вот мод и он у меня очистится вот в подписках я пишу отписаться и сейчас посмотрим произошло ли произошло ли значит исчезновение этого мода да как мы видим больше в списке у нас нету xl industrial с которой я только что удалил так что вот таким вот образом удаляются моды но все-таки попробуем добавить наш мод с этой стрелочкой активировать его и значит мод добавили мы сюда слева направо он уже активен здорово что же вот значит вот все эти иконочки сверху это категории модов на самом деле то есть астероид производство движение персонажа персонаж и так далее и тому подобное также у нас тут есть кнопочка обновить который обновляет наш мод пак и так и кстати 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 давайте попробуем с вами сделать вот такой вот интересный эксперимент попробуем зайти в мастерскую и не выходя из игры попробуем добавить что-нибудь проверим как раз таки будет ли он качать скажем в тот момент когда мы находимся в игре то есть да не запуская игры так нажимаем подписаться и вроде бы он есть в наших подписках если мы нажимаем подписки кстати если мы нажимаем подписки мы видим все наши моды которые установлены установлены здесь так что вот так вот классно можем их удалять отписываться и так далее там подобное так закрыть вот отлично и сейчас посмотрим будет ли он загружать в реальном времени да да между прочим он загружает в реальном времени то есть вам нет не обязательства вам выключать эту значит игру и так добавим оба эти оба этих мода они быстро скачиваются и потом нажимаем ok и запускаем мир так и еще сделаем так расширены добавить копипаст отлично так загружаем новый мир и мода загружаются как вы видите они загрузится загрузится и установится сами по себе и мы сможем нормально играть так давай ну давай на это видать требует времени ух ну же и вот судя по всему моды загрузились и игра запустилась сейчас все начнется самое интересное как говорится вроде бы загрузка должна произойти быстрее итак мы загрузились как мы видим все на месте все здорово и чтобы проверить проверить моды которые мы скачали в этом загруженном ух ты вы только посмотрите на этот лед странный текстурой да и так значит чтобы проверить скачанные моды нам надо просто посмотреть наш чертежный инвентарь точнее и увидеть здесь появились ли новые блоки вот кстати появились здесь даже появились пунктики например riptides cv and контейнер dx 11 как вы видите здесь появились например вот эти вот блоки которые мы можем строить из модов практически вот кстати неплохо выглядит надо будет разобраться что это за мод когда я буду делать обзор на моды мы обязательно затронем тему интересных модов потом есть допустим такое такая же опция допустим когда называется shadow flux да то есть это как раз таки тот самый мод мод который был связан с этим назывался с реактором bf реактор да так назывался тот самый мод так что вот так вот ребята как вы видите а вот этот реактор и реактор они этот с рептайда вот как вы видите мод устанавливаются таким вот простым образом если у вас официальная версия если же у вас пиратка внимание если же у вас пиратка то вам придется немножко по геморроиться чтобы установить я сейчас покажу как это будет делаться значит выходим главное меню входим главное меню выходим в windows для того чтобы скачать установить и значит моды на пиратку вам потребуется зайти браузер браузере вам придется открыть значит steam и искать уже отсюда то есть как бы здесь вам придется найти сейчас найдем нашу игру я уже забыл как а игры так было бы интересно если бы это были бы мои игры ладно введем сюда engineers так входим здесь space engineers переходим центр сообщества и переходим в мастерскую вот как только мы перейдем в мастерскую у нас в принципе открывается то же самое окно которое было у нас в программке steam значит находим опять-таки наш любимый мод например вот advanced life support systems допустим вот мы хотим скачать его подписаться нам на него не выйдет потому что ну вы понимаете что игру восстановили пиратку то есть она в принципе не связана со steam есть может быть у вас такая пиратка как с помощью которой можно подписываться играть но я не уверен в этом и так что мы делаем мы копируем значит ссылку ссылку со страницы мода и переходим на такой вот интересный сайт который называется steam workshop download вот такой вот мрачный киса здесь больше ничего нету вставляем сюда значит ссылку центр и что мы видим выходит сразу тот самый мод то есть advanced life support systems нажимаем download то есть качаем это значит так сохранить файл даже не знаю куда его сохранить так так посмотрим по чистом они понятно кстати просто сохраняем его и как мы видим пошла загрузка попробуем ее перетащить на рабочий стол вот допустим вот мы скачали этот мод так как он скачен в формате tmp надо его раз архивировать открыть с помощью выбрать приложение с помощью которого его можно открыть так интересно смогу ли его открыть с помощью или же посмотрим у него должна быть опция вот 7zip значит есть такая я надеюсь что вы знаете что вы можете установить значит 7zip такая программка есть и с помощью нее распаковать 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 прямо сюда да и вот у нас распаковался тот самый мод который мы скачали и здесь сейчас увеличиваю все увидите здесь файлы этой модификации почему мы распаковали потому что в таком виде перекидывать нельзя то есть в форме сжатого формата теперь для того чтобы активировать это эти моды в пиратке допустим что у нас пиратка у меня не пиратка но поверьте у вас будет работать даже если то есть у вас тоже это будет работать и так для этого мы должны куда мы их должны кидать мы должны попасть в папку с игрой но не в ту папку которую вы устанавливали а именно там где находятся файлы игры сохранения для этого заходим в мой компьютер думаю знаете это где потом ищем тут пользователи папку пользователей или users выбираем значит себя ну то как вы называли компьютеры свое имя допустим я выбрал себя тут будет папка app data переходим в нее и здесь есть папка roaming кстати тут если вы играли в майнкрафт вы уже знаете местонахождение данной папки и так здесь имеется у нас папка с названием space engineers с нашей игрой значит перешли сюда и здесь мы видим родненькую нашу папку которая называется mods значит чтобы моды включились нам надо создать здесь папку и назвать ее так как вы хотели бы назвать например мод зовем здесь health systems то есть не обязательно можно писать то есть название скажем тех самых папок секунду кстати это сохранение моего мира моих миров вот значит переходим обратно в папку mods и как вы видите вот я создал эту папку а затем мы переходим на рабочий стол открываем эту самую папку значит копируем это все и вставляем сюда нашу переименованную папку health systems значит все это будет здесь отлично все в этом то и заключается установка модов на пиратку сейчас попробуем запустить игру и и значит убедиться в том что наши моды установились сейчас мы в этом убедимся так попробуем загрузить мир и кстати когда вы загружаете то есть если вы хотите установить в мир который уже создан надо нам нажать изменить настройки опять перейти тут уже тоже есть вкладка моды и тут уже можно добавить значит здесь должна появиться папка health systems вот она добавилась так что вот как то вот так интересно получается то есть вы получаем получилось что мне удалось ее добавить сюда буквально и так соглашаемся с этим нажимаем ok и загружаем значит мы добавили мод путем пиратского добавления сейчас посмотрим что у нас из этого получается будет ли все работать итак мы загрузились переходим значит во вкладку g и наблюдаем что-то у нас да тут появилось кстати да появилось как вот вы видите тут появился должно было появиться да кстати появились вот advanced life support systems как вы видите мод работает то есть я и установил пиратским методом хотя в этом для меня конечно смысла нет вот тут как бы появились новые блоки вот как видите они вполне рабочие можно играть все неплохо так что вот такие вот пироги так можно устанавливать пиратские моды то есть на пиратку точнее итак следующем обзоре я поговорю про чертежи про то как их можно скачивать как их можно ставить но я не буду рассказывать про то как ставить чертежи в пиратку по одной простой лишь причине я пока не знаю каким образом и в какую папку их кидать если я с этим разберусь я обязательно вам об этом расскажу итак с вами был луж ставьте лайки подписывайтесь так далее и тому подобное до скорого